Через какое-то время министр Шеварнадзе поинтересовался, почему у нас в министерстве нет женщин, в том числе на должности послов. И у меня, естественно, первой же кандидатурой была Валентина Ивановна. Я познакомился с Валентиной очень давно, когда она была послом здесь, на Мальте, в 1991 году. Она была выдающейся персоной, потому что это было тяжелое время для России. Это было время перемен. Белорусское соглашение, распад Советского Союза. Ну, во-первых, было больно от того, что произошло, а во-вторых, я понимала двойственность своего положения. Весть о распаде Советского Союза дипломатов на Мальте, как и в любой другой точке мира, застала врасплох. Местная пресса буквально преследовала Валентину Матвиенко. Так какое же государство вы теперь представляете? Госпожа посол. Дипотношения были под угрозой, а Москва упорно молчала. Я позвонила министру иностранных дел Мальты. Говорю, я хотела бы с вами срочно встретиться. Он мне сказал, вы знаете, у нас в 10 часов у меня кабинет министров. Как только он закончится, я вас приму. Я сказала, нет, знаете, мне нужно срочно. Он говорит, приезжайте, я вас жду. Я приехала, я сказала, мы очень рассчитываем, что Мальта признает правоприемство Советского Союза России. Мальта никогда не принимала самостоятельных решений, до того, пока не получала рекомендации от Евросоюза. Он говорит, ну, понимаете, это же надо подготовить документы, чтобы они были рассмотрены на состоянии Совета Министров. А я уже ничего не успею сделать. Я сказал, еще раз, я обращаюсь к вам, доктор Демарко, с просьбой, эта ситуация требует незамедлительного решения. Он сказал, я вас услышал, поезжайте в посольство. 48 часов Валентина Матвиенко была послом несуществующей страны. Так что это было сложно. Ей приходилось иметь дело с международным сообществом. Это абсолютно точно было тяжело. 11 звонка нет, 12 звонка нет, сейчас звонка нет. Я уже в таком совсем тревожном ожидании. И по-второму мне говорят, вас просят телефон у министра иностранных дел. Я снимаю трубку, он говорит, госпожа посол, кабинет министра в Мальту, принял решение признать Россию правоприемником Советского Союза. И спрашивают, а флаг России-то у вас есть? Я говорю, доктор Демарко, обижаете, я всю ночь сама вышивала. Я собрала коллектив посольца. Вот сейчас даже не могу говорить. Мы спускали флаг Советского Союза. И все плакали. Потому что мы потеряли страну. И было очень горько, обидно. Мы опустили флаг Советского Союза и подняли флаг России. И Валентина стала лицом новой России. Например, определенные вещи, которые она совершала, были символичны. Российская резиденция и территория посольства были окружены высокой стеной. А на этой стене еще и металлический колью поляру. Я говорю коллегам, что надо это снять. Этот символ должен быть уже новой страны, новой России. Вызвали там бригаду людей. И ночью все эти металлические ужасные ограждения, мы их спилили. И вот вы представляете, я иду утром на работу из резиденции. И по периметру забора стоят вазоны с цветами. Я просто была... Знаете, для меня такой был неожиданный сюрприз. Благодарные мальтизе за то, что теперь они не смотрят в эти упирающиеся в них зубья. Выстрелили по периметру забора цветы. У Валентины был стиль теплоты и открытости. Но можно было увидеть и железную леди за этой теплотой и дружелюбием. Валентине удалось показать бизнес-сообществу, что Россия была действительно открыта бизнесом. Нам удалось создать регулярные воздушные сообщения между Мальтой и Россией. Были подписаны соглашения в сфере здравоохранения и образования. Мой отец был президентом. Мы очень часто встречались с разными людьми. К нам приезжали послы. Но очень немногие из них смогли стать для нас настоящими друзьями. Валентину очень любили здесь, на Мальте. Она могла идти по улице, валетьте. И люди подходили, чтобы сказать ей привет. Ее знали. Ее приглашали на ужины, дни рождения. И Кристина даже девочек стали называть в ее честь. Такой народной любви к послу иностранного государства здесь не помнят ни до и ни после. Я всегда говорил, что человек позволяет нам составить мнение о стране, а не наоборот. Валентина Ивановна врожденный дар дипломатам. Я думаю, что работа в МИДе, конечно... Закалила ее. Валентина Ивановна закалилась гораздо раньше, когда она работала еще и в советское время, в комсомоле. Это тоже закалило.